Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы рады представить вам новый выпуск нашей передачи тема для двоих из серии бесед с ведущими российскими политиками, общественными деятелями, дипломатами, экспертами и представителями СМИ. Это наша общая попытка осмыслить те события, явления и процессы, которые происходят в российско-азербайджанских отношениях, на Южном Кавказе и далеко за его пределами. И сегодня наш гость, известный российский политолог, директор Института политических исследований, депутат Госдумы Пятого созыва и доверенное лицо Владимира Путина с 2011 по 2018 годы. Сергей Александрович, приветствую вас в нашей студии. Сегодня мы будем говорить о такой горячей теме, как эскалация вокруг Ирана и ее возможных последствиях для России, Азербайджана и региона Южного Кавказа. Начну, пожалуй, с самого острова и главного. Какие риски возникают для Южного Кавказа в связи с вот этим ростом напряженности, который мы с вами наблюдаем за дням день? Значит, ну, риск, он есть специфический, а есть общий. Сначала я расскажу про общий риск. Значит, то есть наиболее такое рискованное развитие событий вот примерно такое. Значит, сейчас вот Израиль нанес удар по Ирану. Иран сказал, что точно нанесет удар обратный. Причем 13 апреля они нанесли в свое время такой демонстративный, фиктивный удар. Специальные ракеты летели очень высоко, чтобы их можно было легко сбить. И, в общем, никакого ущерба Израилу не было. Сейчас, после того, как Израилем пощечину такую нанес, убив прямо в Тегеране этого хамия, и, значит, сразу после участия в его вступлении в должность первого президента, Иран будет вынужден ответить серьезно. Значит, таким образом, значит, вот это точно уже будет, да, серьезный ответ. Дальше, если серьезные будут ответы Ирана, будут потери Израиля. Израиль нанесет точно еще один удар. Значит, дальше они могут начать обмениваться этими ударами. И удар за ударом может пойти все на понижающий, как вот все хотели бы. Но, как, знаете, многие хотели бы контролируемую такую ситуацию, да, войны. Ну, вся история человечества известна, когда хотели немножко повоевать, а получилась большая война. Значит, может пойти, наоборот, по эскалации. То есть, вот это превратится в постоянный удар. С этим, в обменах постоянными ударами, Израиль будет выигрывать. У него больше ракет, лучше ПВО, самолеты, ну, тоже существенно больше. У айранцев, в основном, староамериканские. Значит, Израиль будет выигрывать. Как ответить Иран, если Израиль будет выигрывать? Те вдохновят, скажут, да мы вообще сейчас этих мул свернем, ядерную программу уберем. Одна из главных проблем, которую Израиль сейчас решает, да, это убрать вот эту большую будущую проблему ядерную бомбу иранскую и убрать, чтобы Иран не толкал своих прокси, типа Хамас, Ахуситы и Хизбалла. Вот две задачи он решает. Значит, вот он видит, что если получается, он будет нажимать, чем ответит Иран? Он, понимая, что он проигрывает в этой ракетной войне, он ведет уже непосредственно на земле своих людей. То есть, к конфликту подключится Сирия, Хизбалла, Ливан. Значит, здесь мы знаем, что в Ливанской войне Хизбалла выиграла войну у Израиля. Сирия сейчас обладает сильной армией, она разгромила огромную вот эту исламистскую группировку с огромной поддержкой и Турции, и Америки, и Саудовской Аравии, там много кто им помогал. Она их разгромила при нашей иранской помощи. То есть, высокой вероятностью в следующей фазе Израиль начнет проигрывать. Причем война уже достигнет большой успех. Дальше что произойдет? Ну, чего все боятся? Израиль ответит ядерным тактическим оружием по Ирану. После этого... Это будет катастрофа. Ну, пока еще не катастрофа. Ну, мы должны моделировать ситуацию. Да, да, да. Значит, потом в ответ на это, значит, беспрецедентное событие. С высокой вероятностью поднимется исламский мир и расскажет. Раз так, сбрасываем Израиль в море. Дожимаем его тогда, мы все против него будем. То есть, другие страны, даже они не хотят. Суниты же, значит, большая часть арабской мира, в Иране шииты. И хотя в Израиле, там небольшой разницы не делают. Но там, в том мире, там разница есть. Значит, если они подключатся под влияние своей улицы, будут стоять миллионные толпы на улицах арабских городов и требовать бейте по Израилю. Начнут бить. Если вот эта схватка будет начнется между всем исламским миром и Израилем, кто выиграет? Исламский мир. Что тогда будет делать Израиль? Не просто нанесет удар, возможно, тактическим оружием по арабским уже городам, но, чтобы его спасти, Запад начнет военную интервенцию в регион. И мы получим мировую войну между исламским миром и западным миром. В какой-то мере повторение крестовых подходов 500 лет назад. Вы знаете, я думаю, что когда мы разбираем типологию таких конфликтов, то очень сложно определить, кто действительно может выиграть, а кто проиграть в силу целого ряда причин. Не только потому, что они могут развиваться асимметрично, иметь непредсказуемые последствия, но и потому, что у нас с вами нет каких-то внутренних весов, на которых взвесив, так сказать, все потенциальные удар на удар, мы можем определить, какая чаша перевешивает. Но что самое главное, с моей точки зрения, для России, для Азербайджана и для государства региона, это, собственно говоря, сделать все для того, чтобы как можно быстрее локализовать, купировать этот конфликт, и для того, чтобы не дать каким-то образом его прорастание, его экспансии в зону стратегических интересов и Москвы, и Баку. Мы с вами знаем, что по мере того, как обсуждается армяно-азербайджанское урегулирование, идет движение к мирному договору, обсуждается идея шестистороннего механизма сотрудничества на Южном Кавказе, две тройки. Мы знаем, что идея была выдвинута лидерами Азербайджанной Турции, поддержана Москвой, две тройки. То есть, реально, так сказать, для того, чтобы регион раздышался, чтобы регион фактически в полной мере использовал те возможности интеграционных связей внутри государств региона, которые пока на паузе. И вот, если, допустим, работает конфронтационный сценарий, значит, тогда все, конец этому процессу, или все-таки есть шанс сохранить? Экскурсионный сценарий никто точно не знает, потому что может быть использован для умиротворения ситуации. Просто в условиях, когда все идет разнос, страны могут сплотиться, говорят, ну, давайте друг другу можем помогать. Если начнется серьезная война, пойдет поток беженцев с Ирана, в том числе в Азербайджан. Кстати, в Грузию пойдет. И в Грузию, может, меньше, но в Азербайджан поедут азербайджанцы, собственно, из Ирана. Они будут говорить, мы, азербайджанцы, да, сразу вспомнят свои там корни. А в Иране, ну, считается, отчетливости до трети, собственно, азербайджанцев. Хотя у них не так развита азербайджанская идентичность. Она подавляется иранскими властями на протяжении многих десятилетий. Но если туда хлынут потоки, мне кажется, Азербайджан имеет смысл уже заранее чуть-чуть попытаться начать подготовиться к этому, да. Во-первых, возможно, нужно будет лагеря беженцев, да, сделать. А вот так что это делать? Это люди другой культуры. Они этнически тоже азербайджанцы. Но вот азербайджане, живут азербайджанцы, которые жили в рамках Российской империи, Советского Союза, такие вот, они вот очень наши, я бы сказал так. Оттуда придут совсем другие, которые не смотрели, ну, погоди, в детстве никогда, да, а которые все вот в хиджабах и в нихабах, да, и которые, значит, свои, вот у них совсем другие настроения, среди них много членов радикальных группировок. Что с ними делать вообще? Как вот это все фиксировать, разруливать? И здесь, кстати сказать, я думаю, что и Россия тоже может оказать поддержку Азербайджану, и другие какие-то страны, все вместе они как должны будут этот вопрос урегулировать. А вероятность этого, четвертое, поток беженцев очень высока. Сергей Александрович, я обратил внимание на ваши комментарии, вас широко цитировали российские СМИ на этой неделе. Вы рассуждали о визите секретаря Совета Безопасности России, Сергея Шойгу в Баку, который произошел после того, как Сергей Шойгу побывал в иранской столице. И вот, в связи с этим возникла определенная интрига. Смотрите, один из ключевых членов российского руководства, высшего политического руководства, ведет переговоры в Иране, после вот этой вот трагической ситуации, которая возникла с лидером движения Хамас, который был убит, хладнокровно был убит, в день инаугурации иранского президента. Тем не менее, мы увидели уже попытки каким-то образом предпринять шаги по деэскалации. И вот, чуть-чуть более подробно, не могли бы вы объяснить, собственно говоря, в чем здесь состоит интрига визита в Баку и какую роль мог бы сыграть Азербайджан, с учетом того, что в отличие от других стран исламского мира, арабского мира, в отличие от той же Турции, президент которой называет Бенемина Натаняху фашистом, президент Алиев имеет хорошее отношение, очень хорошее отношение и с Ираном, и с Азербайджаном. Мы, конечно, не можем знать, о чем говорил Шокер. Давайте смоделируем. Это все топ-сикрет. Ну, как аналитики, мы обязаны понять, о чем он говорил, мог говорить, о чем он не говорил. Он точно не говорил, там, предположим, о рынке велосипедов в Шанхае. Значит, о чем он мог говорить? Первым, мне кажется, задачей у него важнейшей была визита в Иран, и это тоже было важнейшее визита в Баку, понять, собственно, будет вот эта большая война или нет. То есть, что можно сделать, чтобы ее... Это второй вопрос. Значит, первое, будет ли она или нет. То есть, насколько руководство Ирана настроено вот на большую войну, да, либо оно хочет все-таки отползти немножко назад, чуть-чуть, так сказать. Никакие сигналы вы видите? Да, пока мы не видим никаких сигналов, мы ничего пока не знаем. Пока ответа нет. При этом, я считаю, что он спрашивал, это у иранцев, конечно, хотел у них узнать. Но иранцы, перцы, великая нация, так сказать, на протяжении многих тысячелетий, они никогда не говорят правду. Они не договаривают. Они, да, скажем так. Ну, может и так, да. Значит, да. Ну, в общем, можно сказать, нельзя никогда их слова понимать буквально. Да. Вообще ничего нельзя понимать буквально. Значит, поэтому, я думаю, что он, вот на этот вопрос тоже хотел получить мнение и президента Ильхам Алиева. Ведь Ильхам Алиев, он очень опытный президент, очень опытный. Он выиграл вот эту Карабахскую войну, стал президентом-победителем. Все ему завидуют в мире, так сказать, политические лидеры, да. Значит, он имеет очень хорошие отношения со многими странами. Он же тоже дипломат и по образованию. И он тоже учился и преподавал МГИМО в нашем. И, то есть, он над этим хорошо очень разбирается. Плюс, поскольку каждый третий иранец-азербайджанец, то я думаю, что изербайджанская разведка очень хорошо работает там, да. И у него свои источники информации. То есть, он тоже представляет. Это важнейшая вещь, что хочет понять российское руководство, да и все тоже. Собственно, ожидать этой большой войны, вот этого радикального сценария, который я сказал, либо все отползет назад, вот эту гибридную войну, имитацию войны. Это первая, самая главная задача. А вторая, я думаю, что Россия, так сказать, хотела, ну, предложить тоже свои какие-то посреднические усилия. У нас, хотя сейчас ухудшились отношения с Израилем, да, но все равно они остаются хорошими. Условно говоря, у нас отношения с Израилем ухудшились из-за приказа американцев к израильтянам, да. Но израильтяне тоже никогда не говорят правду, значит, и поэтому они и американцам правду не говорят, и они наверняка какие-то там дальними ходами, все эти, они там, то есть, я думаю, что не тайняху время отриума тайно дает Путину знать, так сказать, мы сейчас вот по приказу американцев должны с вами ухудшить, но имея в виду, мы при первом развороте постараемся улучшить. Значит, плюс, правильно, что Азербайджан, хорошее отношение с Ираном, как с соседом, вот он в рамках там трансграничных вот этих северо-юг. Ну, и сама идея шестистороннего механизма предполагает. шестисторонний механизм, и так далее, и тоже время хорошее отношение с Израилем. То есть, Россия и Азербайджан могут взаимодействовать, то, чтобы помочь диалогу между американцами и Израилем. Потому что американцам, израиль, американцам иранцы верить не могут сейчас, да? Ну, им какие-то другие, так сказать, нужны. Европейцы тоже, ну, ничего, проститутки, сказать честно, да? Значит, и вот какой-то другой возможность, я думаю, иранцы тоже хотели. Здесь мы должны сказать, понять по стратегиям. Иран все-таки не хочет большой войны. Иран вполне устраивает нынешняя гибридная война. У него вот эти прокси, Хизбалла, Хамас, Хусти, там будут бить, они идеологически очень заряженные там, да? Но вот переходы к большой войне они не боятся, потому что боятся, что в конечном итоге все дойдет до тактического ядерного оружия, у которого у них нет, у них есть. Поэтому они бы хотели отойти. Израиль, как мне представляется, тоже не хочет большой войны, что боится, весь исландский мир на него поднимется. Израилю нужна война. Почему? Во-первых, вот этих тоже прокси, он хочет, чтобы они на него не нападали. Они реально угроза для него. И ситуация 7 октября показала, как бы мирно не выглядели отношения с этими прокси, они, израильтяне думали, что у них все на мази с Хамасом, что они там, так сказать, они чуть ли не участвовали в создании этого Хамаса в свое время. А что они так все как-то урегулировали, а оказалось, что там огромная вот эта вот атака все это время копилась. Поэтому им нужно этот вопрос решить, израильтяне. Ну и плюс у них еще мелочь есть, но тоже имеет значение. Им нужна постоянная война, чтобы не Таняху вместо кресла премьера-министра не пересадили на скамью подсудимых. Там вероятность такая весьма высока. И вот личные амбиции, интересы политиков, они тоже же всегда играют практически. Поэтому вот это вторая цель, которая тоже наверняка обсуждалась. И третий вопрос, который обсуждался, я думаю, военно-технический. Иранцы хотели самолета, насколько я понимаю, система ПВО, а у нас система ПВО лучшей в мире. Не исключено, что в условиях нарастающей войны и Азербайджан тоже попросил от России, система ПВО ему передать, потому что они опять же лучшие в мире. Плюс какие-то чисто такие военно-технические вещи, что-то залетать может и к Азербайджану, и в результате этой войны. Конечно, Азербайджану важно защитить свою территорию от этого возможного полыхания о пламени Ирана-Израильской войны. Вы знаете, я не случайно задал вам вопрос по поводу роли Азербайджана. Это не то, что мы с вами придумываем. Я обратил внимание на то, что израильские аналитики сегодня говорят о том, что Азербайджан именно мог бы сыграть активную посредническую роль в те эскалации между Ираном и Израилем. В этом, с моей точки зрения, принципиальная разница с той ролью, которой сейчас играет Турция, потому что, как вы видели, Эрдоган как раз наоборот играет на обострение. Он пытается вокруг себя объединить исламский мир, делая жесткие, демонстративно жесткие заявления против Израиля. Он вплоть до того, что, ну мы знаем, какой эмоциональный лидер у Турции, он даже называет Гитлером, Нетаньяху. Ильхам Алиев совершенно по-другому выстраивает, никаких вот таких вот резких демонстративных шагов не делает. И тем самым он сохраняет политический потенциал посредника, возможного посредника. Это очень важно, потому что, ну вы знаете, что у нас в экспертных кругах, как правило, говорят, что Турция, запятая Азербайджан, одно и то же. Нет, совершенно не одно и то же. Азербайджан, страна самостоятельной внешней политики, оборонной политикой. Не повторяет ни никакую, ни турецкую, ничего, при всей близости отношений. И вот сейчас уже сама ситуация, с моей точки зрения, делает эту роль востребованной. То есть она пока, так сказать, это есть некий потенциал, который еще в полной мере не использован. Но, судя по всему, если ситуация пойдет по радикальному сценарию, то здесь Азербайджану придется каким-то образом реагировать, потому что это касается и Южного Кавказа, и это касается Азербайджана, в том смысле, что Азербайджан не должен быть втянут в этот конфликт. Мы знаем, как втягивали Иорданию, когда наносились удары, как втягивали Саудовскую Аравию, которые, так сказать, ну и просто использовали, так сказать, там те, кто атаковал Иран. Вот Азербайджан, конечно, здесь стоит перед очень непростой задачей, но насколько я понимаю, с учетом того, кто руководит Азербайджаном, президент Алиев, с его бэкграундом, международника, с его политическим опытом, действительно, вот этот вот кризис, который чреват очень серьезными рисками, Азербайджан может обратить в новые возможности. С моей точки зрения, я не знаю, мы согласны или нет. Ну, во-первых, там по Азербайджану и Турции, да, у них очень близкие, кисные союзничные отношения, братские там и так далее, но азербайджанский нефть и газ, будут азербайджанскими по-прежнему. А там главный... И политика будет азербайджан. Да, и политический, там же главный политический контроль, поэтому все вот это вот, это главное, что вот сохраняется, да. Значит, кроме того, Азербайджан, он же близкий к нам, вот культурно, так сказать, ну, видим, что язык там сохраняется, культура. Я бы сказал, что большей частью азербайджанская элита, она читает каких-нибудь французских, итальянских, писателей, да, современных, смотрит фильмы, я думаю, на русском языке, а не на туристском все-таки. И такая, в этом смысле, самостоятельность, как бы, она сохраняется вполне. Что касается посреднической роли, там, знаете, посредников очень много, да, желающих-то. Желающих, но потенциал-то у кого есть, методом исключения, если мы начнем выбирать. Азербайджан, потому что небольшая страна, ему же самому может быть сложнее, а вот с Россией как раз вместе это было бы, я думаю, возможно. А здесь еще очень важное обстоятельство, все-таки, я считаю, что, еще повторю, не только Азербайджан имеет значение роль президента Азербайджана, Нариха Малеева, потому что он гениальный дипломат, он по образованию дипломат, по преподаванию дипломат, по работе дипломат. Смотрите, ему, правильно же бы сказали, ему дается хорошее отношение, великолепное с Турцией, да, и с Израилем, который находится в состоянии такой, почти войны, и с Ираном тоже, так сказать, у него хорошее отношение. И с Россией. И с Россией. И вот мне все время поражало, сейчас у них выборы же будут, да, мне все время поражало, а выборы в обычном постсоветском процессе как? Либо наши приезжают, говорят, выборы хорошие, а западники, говорят, плохие. Либо западники приезжают там, ну, куда-нибудь там, в Украину, Грузию, говорят, что выборы хорошие, а наши, говорят, плохие. А в Азербайджан все приезжают, да, говорят, ну, в общем-то, выборы хорошие со всех сторон. Ну, как на Востоке, говорят, правда, как солнце, ее ладони не закрывают. Да, значит, ну, это, в общем-то, говорит тоже вот о огромном, вот этом дипломатическом таланте, который тоже, может быть, реализован. Он не даром, что Близний Восток это как сумасшедший дом, понимаете? Поэтому там нужно иметь и рациональные стратегии, интересы, но и просто такие, как талант какой-то. Врачи-то должны быть в сумасшедшем доме, да? Не только смирительные рубашки, да? Да, да, да. Поэтому вот эта роль Хамкида Ашалиева тоже может быть реализована. Наверное, нелегко ее реализовать, но я думаю, что... Именно сейчас востребована, да? Да, сейчас это может быть очень-очень востребованным. Да, вы знаете, хочется как-то действительно немножко вот и шутить, действительно расслабиться, но, к сожалению, мы с вами смотрим новости ежедневно, новости нам не позволяют расслабляться. Действительно, уже неделю ждут вот какой-то эскалации, был анонсирован какой-то вот иранский удар, потом вы знаете, что это было отложено. Понятно, что это не рассосется. Я не призываю вас к какому-то оптимизму, я сам тоже, так сказать, потому что мы, эксперты, должны исходить из реалий, называть вещи своими именами, вот. Жестко ставить диагноз, а не писать какой-то диагноз. Но, тем не менее, хочется немножко чего-то такого вот позитивного, ну, какой-то свет в конце Ближневосточного тоннеля. Давайте, может быть, его рассмотрим вместе. Значит, ну, смотрите, я вот был когда в Израиле, да, значит, меня поразило, что есть внутри Израиля два Израиля. Значит, один Иерусалимский, Ближневосточный, другой Тель-Авивский, Европейский. Вот они как-то, а есть еще, кстати, третий Израиль, это американский. Там у них и по количеству почти столько же, и по деньгам даже, наверное, больше у них, да. И вот они, как бы, вот эти три Израиля все вместе, как бы, и формируют эту политику. И я тоже вот вижу, что Ближний Восток, да, они же, это же кипящий регион, именно там зарождалась человеческая цивилизация, да. Вот мы знаем, именно там вот первые были все вот эти вот какие-то города, которые еще там 3-4 тысячи лет до нашей эры уже формировались. Вот этот кипящий регион, да, он вот кипит так несколько тысяч лет и будет продолжать. Никто там не решит проблему до того момента, пока не появится один начальник. Вот у нас на Кавказе, на Северном, они все время друг друга там резали, да, значит, столетиями. Потом появился один начальник России, перестали резать. Почему они сейчас все хотят быть в рамках Российской Федерации? Не потому, что они так обожают там Москву, а потому, что они понимают, как уйдет Россия, сразу начнут опять все друг друга резать. Будет у Ближнего Востока один большой начальник в ближайшее время? Нет, не будет. А вы, уважаемые зрители, поймите, что вы продолжаете жить вот в этой великой истории тысячелетней этого великого Ближнего Востока. Вот в этом кипящем не урегулируют они никогда. Будут прыгать, бегать, время от друг друга вивать. И поймите тоже их, как вот я знаю, как они все это работают. Я с ними работаю. Они будут друг друга стрелять, тут же друг другом торговать, тут же друг другом, значит, какие-то вместе проекты делать, друг другу, значит, врать, друг другу кривой нож в спину сажать, опять саждаться за стол переговоров. А все эти переговоры. Они так живут. Они немножко другие, чем мы. Мы, ну, знаете, вот так уж, ну, привыкли русские, так сказать, отчасти на нас немножко похожи тоже европейцы, американцы даже больше похожи. Мы бы как-то сказал, как-то так далее. Они другие, для них это нормальная жизнь. Вот хотел бы я с вами не согласиться, но вынужден все-таки признать вашу правоту. Вы вспоминали вашу поездку в Израиль. А я совершенно неожиданно вот сейчас, клянусь, не готовил, это вот просто из глубин моей памяти всплыл сентябрь 93-го года. Когда я прилетел в группе российских журналистов Вашингтон, где подписывалось так называемое историческое соглашение Палестино-Израильское. Я вот помню тогда, так сказать, Билл Клинтон, Ицаак Рабин, Ясир Арафат. Вот мы там, так сказать, ну, где-то, может быть, расстояние 100 метров там слушаем. Вот сияющий Клинтон говорит, вы понимаете, сейчас началась мирная история ближнего Востока. Посмотрите на этих двух лидеров. Они переступили через... И вышел Ицаак Рабин, сказал, да, вот те люди, которые войну, они люди прошлого. Мы смогли это переступить. И это был 93-й год. И мы тогда, я тоже писал, что вот все, с войнами покончено на Ближнем Востоке. И вот сейчас, когда мы возвращаемся к этому, когда пару лет назад я брал интервью о Викторе Либермане, который тогда был министром обороны, и он мне говорил, ты понимаешь, но мы не видим в палестинцах людей, которые способны иметь государство. Вот зачем им государство? Я говорю, как зачем? Ну, это их право. Резолюция Совета Безопасности. Он говорит, ну, моя резолюция. Ну, разве могут палестинцы построить какое-то государство? Вот мы, израильтяне, это история успеха. Ну, это же палестинцы. Вот видите, как все обернулось. Действительно, два израильтянина, три мнения. А когда такое происходит, и в том числе на высших эшелонах власти, вот такие вот зигзаги. Сегодня у нас исторический мир, а сегодня мы на пороге исторической войны. Но мы с вами продолжаем следить за ситуацией, сохраняем оптимизм, наш инструментарий экспертов, и будем продолжать отслеживать ситуацию и делать те выводы, которые мы не можем не сделать, отделяя зерна от плевел. Дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Я благодарю нашего гостя. Более подробно его аналитику вы можете отслеживать в ежедневном режиме на его телеграм-канале «Логика Маркова». Очень рекомендую всем подписаться. И, кстати говоря, там можно оставлять свои комментарии. Вы можете быть участниками дискуссии. Сергей Александрович, еще раз большое спасибо. Ждем вас всегда в гостях на портале «Москва.Баку». Всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»